Причиной общественного резонанса стало постановление, принятое правительством края 15 сентября. В нем сообщалось, что в малокомплектных школах ставку завуча сократят, а в более крупных учреждениях количество ставок будет рассчитываться в зависимости от количества учеников. Тогда объяснений не последовало. Слухи о том, что сокращения связаны с повышением зарплат, накануне развеяла Марина Секержитская. Мира, хотела бы сказать, что никоим образом не сказывается на том росте повышения заработной платы, которые анонсированы губернатором Забайкальского края Александром Михайловичем. Потому что тот объем финансовый средств, который мы видим в эффекте, он, естественно, никак не отражается непропорционально, никак на тех денежных средствах, которые вкладываются правительством Забайкальского края в рост заработной платы педагогических работников. И если после пресс-конференции тревоги учителей немного, но развеялись, то после решения губернатора волнения и вовсе улетучились. На фоне общественного резонанса Александр Осипов отменил данное постановление. Впрочем, у родителей от этого забот меньше не стало. Нехватка учебников – еще одна проблемная тема пресс-конференции. Поводом стали обращения родителей в СМИ из-за нехватки бесплатных учебников. Министерством образования и науки края не принято своевременных мер по пересмотру норматива. Прокуратура Забайкальского края внесено представление в адрес регионального Министерства образования и науки края, рассмотрение которого находится на контроле профильного отдела прокуратуры Забайкальского края. Тем не менее, прокуратурой было выявлено, что норматив по закупке учебников не менялся с 2020 года. На сегодняшний момент он составляет 1324 рубля на человека, что явно недостаточно для закупки всех необходимых учебников. Учебные расходы в любом случае выделяются под количество обучающихся, и учебный фонд должен приобретаться. Но вот давайте так, вернемся к этому разговору. Еще раз говорю о том, что мы создаем на региональном уровне обменный фонд учебниками, откуда-то где-то прибыло, откуда-то убыло. И оттуда эти учебники есть возможность передать и использовать их. Даниил Ботвинский, Евгения Бузлаева, Никита Дроздов, Павел Карпов, РТК Забайкалья.